Я продолжаю серию уроков о премиум плагинах Крокоблок для конструктора страниц Elementor Pro. В этом видео timeline. Хочу рассказать об этом плагине от Крокоблок. Сейчас демонстрацию вы видите у себя на экранах. Это возможность разместить контент в горизонтальном виде. У меня совсем недавно уже был видеоурок о бесплатном плагине. Вы могли его видеть, линии времени. Бесплатный плагин для Elementor. Но он достаточно прост. В этом же видео я хочу показать более мощный по функционалу плагин для отображения контента. Сейчас вы видите демонстрацию на сайте разработчика. Ссылки я все оставляю в описании под этим видео. Если вы смотрите это видео с YouTube, вы найдете эти ссылки на моем сайте fedorvasiliv.com. Итак, давайте разберем настройки данного плагина от Крокоблок. Меня зовут Федор Васильев и поехали! Я у себя разместил, потестировал. Давайте посмотрим. Перехожу в админку с сайта в режим редактирования через Elementor. Через поисковик я могу быстренько найти данный плагин. Горизонтальный таймлайн. Переносим его сюда. И давайте разберем настройки. Сразу что я хочу сказать, то что помимо ползунка, отличный адаптивный мобильный дизайн. Вы это видите. То есть все смотрится хорошо. Планшет. Сейчас телефон. Тоже имеется ползунок. И все хорошо смотрится. Давайте разбирать настройки. Изначально у нас доступно уже несколько элементов. Вот они все здесь есть. Четыре штуки по крестику. Вот так вы их можете удалить. Получается остается один элемент. Давайте разберем его. Мы его раскрываем. Активный элемент. То есть он будет подсвечен. Вот эта иконочка. Первая. Видите, она синяя становится. На ваше усмотрение. Дальше. Отображать ли изображение. Если да, появляется дефолтная картинка. По клику можете загрузить либо с компьютера, либо вставить какое-то свое изображение. Давайте вставим. Оно здесь размещается. Дальше. Это размер изображения. Можно как-то, наверное, подуменьшить, если хотите. Дальше. Заголовок. Какой-то вот здесь у нас прописывается. Понятное дело. Дата, которая вот здесь у нас указана. Дата этой новости, например. И основной текст, который размещается здесь. Иконка. Если иконка, то вы можете здесь менять. Например, из существующих. Любую абсолютную иконочку взять. Эта иконка вот здесь у нас меняется. Если не иконка, то текст. Тогда вот здесь у нас в кругляш появляется буква, которую вы здесь пропишите. Давайте оставим иконку. Далее у нас есть возможность даже повесить кнопку. Здесь будет текст на кнопке. Чтобы кнопка появилась, вот в это поле нам нужно разместить ссылку. Я вставляю ссылку здесь. Тогда появляется вот здесь кнопочка. HTML. Разметка. Заголовка. Также можно играть. Это у нас получается заголовок. Вот этот вот. Конечно же, H1 здесь мы не ставим. Ставим, например, H2. Отображайте элементы навигации. Изначально мы сейчас это не увидим с вами, потому что у нас один элемент. И так вы можете создать сколько вам угодно. То есть, смотрите, я могу либо продублировать. Появляется вторая. Давайте просто сделаем несколько. Движемся с вами далее. Выбираем следующую вкладку настроек. Колонки. Смотрите, можно сразу, чтобы было видно две. Они становятся больше. Остальные все прячутся за ползунком. Ну, я оставлю три. Дальше. Макет. Смотрите, можно выбрать вот так, чтобы информация была. Одна внизу, одна наверху. Можно сделать, чтобы иконки были наверху. Я оставлю внизу. И дальше центрировать нижнюю часть, видите, иконок. Или на правую сторону. На ваше усмотрение. Тип навигации, вот элемент прокрутки. Это наш вот этот ползунок. Можно выбрать стрелки. Тогда появляются стрелки. Дальше можно выбрать дизайн стрелкам. Стрелки меняются. Количество слайдов для прокрутки. Тоже можно здесь как-то поиграть с настройками. И остается у нас только настроить дизайн. Переходим в стиль. Я не буду здесь углубляться, потому что здесь вы, в принципе, и сами разберетесь. Расстояние между, вы видите, между нашими вот этими новостями меняется. И вот, смотрите, простой пример. Карточка – это вот этот наш прямоугольник с информацией. С картинкой, с заголовком, с текстом, с кнопкой. Это все можно настроить. То есть вот стандартный или при наведении. Смотрите, при наведении, например, я возьму вот такой цвет, чтобы вы сразу понимали. Вот, видите, меняется цвет. Таким образом, вы ниже просто читаете. Здесь все на русском языке. Вы можете очень тонко настроить цвет кнопки, размер текста, цвет текста, отступы, скругленные углы. Все это здесь очень тонко можно настроить. Я думаю, вы здесь справитесь уже без меня. Обновляем страницу. Пойдем на сайт. Здесь все работает. У нас все получается. По клику по стрелке у нас происходит вот такое переключение. Здесь на ваше усмотрение. Либо стрелки мы оставляем, либо ползунок. На этом видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok